Друзья, всем привет! Сегодня очередной выход мой в Германии. Сегодня 14 марта. Сегодня опять суббота. С последнего моего выхода 2 недели прошло. Все это время практически каждый день шел дождь. Если не целый день, то полдня. Ветер сильный был, штормовой. В общем, погода такая капризная была. Плохая вообще, сырая. И дождливая выходов как таковых не было вообще у меня. Сегодня я опять решил выйти в заповедник. Сегодня я нахожусь в заповеднике Зюгельвальд. Вот уже я прошел так по заповеднику, по прямой практически так прошел, чтобы просто посмотреть, как он отличается от предыдущего моего заповедника, Гравенкольца, в котором я был. И разницы практически особо никакой я не увидел. Точно так же есть пешеходные тропы, где ходят люди, отдыхающие, с семьями собак выгуливают, в основном выгул собак. На велосипедах ездят, пробежками занимаются, кардио тренируют. Ну, в общем, людей очень много. И я так в интернете читал, вот так бегло по заповедникам прошелся. В районе Дортмунда, вот во все стороны, не более 18 километров, я насчитал 30 заповедников. Все они по территории разные, но в основном небольшие, такие там 26 гектар, могут и меньше там быть. То есть уже вот в Германии пытаются сохранить какие-то участки дикой природы. Но из-за того, что большой прессинг человека, вот зверя здесь мало. Я зашел по этому лесу, уже прошелся по заповеднике, увидел, здесь ручей протекает. На руче я видел лягушек, и как раз у них идут брачные игры, период спаривания. Животных не видел, следов не видел, хотя вот на том месте сейчас, где я стою, сюда я прошел, и примерно в метрах 20 от меня есть старая, еле-еле выраженная такая тропа, нечетко выраженная, еле заметная, и старые лежки. И их несколько, этих лёжек. Ну, я думаю, что косуля должна выходить. Я так посмотрел по карте, практически тоже весь заповедник расчерчен этими дорожками пешеходными. Не знаю, как будет стоять дело с животными, сейчас 3 часа вечера. Вот я специально захотел выйти на вечер, чтобы попробовать животных последить именно вечером. Потому как, катаясь по Германии, вернее по Дортмунду, по окраинам, я косуль часто видел. Особенно вечером, которые выходят на кормежку. Причем выходят даже близко к автомобильным дорогам и не боятся машины абсолютно. Надеюсь, что все-таки косули выйдут и здесь на вечер. Здесь поле есть, как пшеничное, посаженное. Я сейчас вышел, вот все я окинуть взглядом могу его. Никого нету на этом поле. За этим полем Зюгельвальд, еще там заповедник тянется. Но там его маленький участок и лесной части там совсем немного. И там этот ручей протекает. Вот здесь люди ходят. Там я пройдусь, посмотрю, может там людей нет. Попробую там увидеть. Может там увижу кого-нибудь в такое именно время, еще в дневное предвечернее. Ну а здесь, не знаю, тоже так. Вот я смотрю, здесь участок через ручей был. Хотел перейти туда. Смотрю, тоже там люди ходят. Все такие заповедники, вот они отличаются от наших кардинально. Не так, как у нас это заповедник, глухая территория. То есть там только лесники ездят. Может охотники какие-то там, еще так туристы там, любители природы прогуливаются. Может грибники. А так, как здесь люди гуляют, просто большой прессинг человека. Большая населенность людей. И это все сказывается на дикой природе. Не знаю, увижу я сегодня кого-то или нет. Ну хотя вот от Грявенхольца отличается. Он такой более тихий. Людей меньше. Есть люди, но не так, как там. Там очень много вообще. Ну по крайней мере я там даже выследил и нашел лесу и троих косуль. Надеюсь, что и сегодня здесь хоть кого-то я увижу. Хоть на вечер может кто-то выйдет. Птиц много разных. Земноводные вот есть. А по животным, не знаю, как по млекопитающим, кого я увижу, не увижу. И здесь за моей спиной так участок, даже по карте я глянул, так есть только две тропинки. Может здесь как-то животные здесь держатся. Попробую. Сейчас немного здесь пройдусь, похожу. Если нет, тогда перейду там автомобильная дорога. И за автомобильной дорогой идет небольшой прелесок такой лесополосатый. И вот это болотистая местность, ручей этот идет. Может кого-то там увижу. Люшки смотрю так как косули. Старые, но такие уже, ну очень старые, еле-еле уже заметные они. Ну видно, что здесь зверь был. Ну когда вот просто не знаю, попаду или не попаду я в этот раз на него. Ну вот такой. В Германии вот я решил как-то, ну приехал и посмотрел вот карту, посмотрел заповедники. Заповедников много и решил, что попробую походить вот конкретно по заповедникам. Все свои выходы хочу посвятить только заповедным территориям. Вот Дортмунда, окраинам. Посмотреть какие животные здесь есть. Не выходить в какие-то другие там леса. Вот именно по заповедникам походить и сравнить их, какие они между собой. С нашими местами, с теми растениями и животными, которые здесь есть. Но в основном косуля, другие животные здесь не удерживаются. Потому что такие как олени, там кабаны. И это места вообще не для них. Даже лани нет. Хотя вот я видел, смотрел в интернете. Где-то здесь есть, так как загражденный какой-то участок. И видел, что европейская лань там есть. Ну это, не знаю, какая-то, наверное, частная территория. Может быть, рядом там с заповедником. Ну еще я ее не видел. Так как не ходил сильно по заповеднику. Вот так. Ну что ж. Попробую. Надеюсь, что сегодня тоже удача улыбнется. Попробую кого-то заснять. Сейчас вот тихо, вроде людей уже нет. Попробую выйти, погулять, посмотреть. Ну вот пока разговаривал, никого нет, никто не выходит. Многолюдно, конечно. Но ничего, буду надеяться, что все получится. Так что посмотрим, кто здесь есть. Продолжение следует... 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 Вот и тропа Косулья Переходят через ручей И выходят на открытое пространство В заповедник Видны следы на тропе Косулья Фазана видел Поднимал Фазана 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...